всем привет и тема сегодняшнего эфира зеленые оттенки тренд сезона я вам сегодня покажу какие у нас уже есть существующие оттенки зеленого красивый и как можно самостоятельно наколировать нужный вам оттенок зеленого цвета вы наверное уже заметили что всем привет вы наверное уже заметили что в этом сезоне если зайдешь в любой магазин в торговом центре просто кто на что гораст каких только оттенков зеленого красивого не существует их очень много они все очень красивые но все же не приобретешь правильно вот вот приходит клиент хочу вот такой вот вот этот хочу и нужно умеете их под колеровать ну плюс как бы вдруг вообще нет никаких оттенков и нужно есть какие-то зеленые да вот я сейчас покажу вот они есть зеленый но не в этом сезоне не очень-то и в тренде сегодня сейчас тренде вот эти вот травяные зеленые оттенки разных интерпретаций чуть темнее чуть светлее более грязные более чистый но вот эти прям зеленые зеленые которые раньше мы говорили что господи да чтоб я накрасила ногти таким зеленым цветом где даже какой-то ужас вот поэтому так это будем учиться колеровать будем учиться добывать из существующих вас оттенков новые цвета зеленого я вот там вчера сидела сначала изначально я взяла всего сейчас кру три номера если у вас есть три номера вы можете производить оттенки зеленого ну штук пять шесть разных точно можете сделать какой еще бы а белый у меня был неоновый 052 зеленый вот он коллекция неонов базовая коллекция неоновых оттенков она должна быть у каждого мастера во-первых а это единственная чистая коллекция где оттенки неонового в чистом цвете не выбеленные не загрязненные то есть это неоновая коллекция базовая это с 0 150 по моему скажу 40 48 по 54 7 получается 7 вот этих оттенков это чистая базовая неоновая коллекция она должна быть у вас по-любому во первых они все очень красивые сами по себе они прям чистые неоны во вторых из них можно получать очень крутые оттенки добавляем чуть белого получается чуть выберем добавляем чуть там еще какого-нибудь получается чуть другой то есть с них их можно коллировать классно ну и вот желтый куда а вот 051 и 052 ну хотя бы даже до 52 вот из него можно получить ну вот минимум четыре оттенка зеленого с капсулами доброе утро покажите у нас сегодня не капсульная тема уже куча их проведена этих эфира по мукате даже есть можете посмотреть она 52 030 это черный и 001 это белый вот из этих трех оттенков получается очень красивый цвета у меня вот здесь 052 и 030 вот чуть-чуть в неоновый добавляйте черного так за счет того что он неоновый не теряется в нем яркость вот эта сочность но он становится более такой вот темный неоновый если в эту же смесь неон черный добавить чуть-чуть белого получается тот же красивый зеленый но с белинкой оттенки делятся на чистые и выбеленные то есть вы когда смотрите на какой-то оттенок вы понимаете чистый это оттенок или там белинка есть здесь вам показывает клиент сейчас мы девочки дизайнеры должны принести распечатки этом подготовила зеленого в интерьерах в одежде как их можно сочетать аня а колеровать гель-лак с краской можно можно гель-лак с краской колеровать можно коллируете на здоровье главное импасту пожалуйста не трогайте вот вот запомните что импасту нельзя покрывать на весь ноготь выкинули ее колеруем либо краски с красками либо гель-лаки с гель-лаками или вагир лаке с красками. М-пасты, джемти-гель, вот все, что для дизайна, забываем за это, не достаем даже. Достаем все, что есть для покрытия. Так, вот три оттенка самых таких вот базовых для намешивания красивых, трендовых зеленых оттенков. Потом дальше покажу из старенького, что еще там есть. Так, переворачиваем. Сейчас фильтр отключаю сразу. Вот. Так, у меня палитра, ну просто стекляшка из Икеи, чуть-чуть она у меня уже, я ее чистила, чистила, она уже не очищается. Так, три базовых оттенка для намешивания зеленых. 0,52, это чистый, неоновый оттенок, чистый неон, он безумно красивый, сам по себе. То есть, он просто невозможно крутой. Но вот в этом сезоне, скорее всего, у вас будут клиенты просить оттенки зеленого более травяные и темные. И что мы делаем? Мы сейчас намешаем пожалуй два. Я его уже почти израсходовала, потому что позавчера я из него намешала там, я не знаю, сколько, 10 штук зеленых, по-моему. Ну вот такие два базовых оттенка зеленых мы с вами сейчас сделаем. это выбеленный, выбеленный, зеленый и чистый, но темный. Намешивайте сразу большое количество. Во-первых, не наносите кисточкой, еще вот хотела сказать, не наносите кисточкой отдельной для красок вот такой, гель-лак. Потому что гель-лак, он все-таки жиже, чем краски и расход такой колоссальный получается. Да, вот Катюша моя пришла, принесла мне распечатки. Спасибо, дорогая моя, спасибо. Так, эта одежда мы пока ее уберем, это я вам сочетание хочу показать. Ну вот они, вот эти оттенки, вот этот оттенок зеленого. Я вдохновляюсь очень сильно этими картинками из интернета. Я когда вижу, что есть какой-то тренд, вот сейчас он идет и девочки, напишите тему, пожалуйста. Зеленые оттенки тренд сезона. Я забыла за тему. Захожу просто в интернет, захожу просто в интернет, набираю там трендовые оттенки зеленого в интерьере и одежде и все, он выдает. Здесь я когда забивала, я набрала трендовые зеленые оттенки в сочетании с принтом. Сочетание с принтом. Я так всегда делаю. Если знаете, что вам нужно какие-то дизайны сделать и с каким-то определенным цветом, набирайте вот такой запрос. Допустим, неоновый желтый в сочетании с принтом. Вот смотрите, видите, уже вылез. И я вижу, как красиво вот этот зеленый оттенок в сочетании с черно-белым принтом. У меня сразу в голове щелк. Я такая угу, nail dress пожалуйста. Вот вам, вот вам nail dress делаем дизайн сочетание черно-белый принт с зеленым просто. Все, это фантастика. Все, сразу в голове щелкнуло. Потом вот так у меня еще выпало красивый зеленый оттенок с цветочным принтом. Смотрите, вот этот кусочек какой красивый вот здесь. То есть мы можем взять какой-то цветочный принт. Ага, оп, пожалуйста. И сделать ноготь даже просто пополам. И отбивку там, полоску какую-то пустить. Принт цветочный и зеленый вот этот красивый оттенок. Вот этот кусок он просто вот сейчас в этом сезоне весна-лето. Я вчера целый день лазила по этим магазинам и выявила тенденцию. Хотя она уже давно есть, но может возможно кто-то о ней не знал. Сочетание сейчас не как вам сказать не прикольно сейчас делать например как сумка обувь одного цвета, маникюр в цвет одежды или ногтей или сумки это вообще отстой уже. То есть сейчас вот этот смелый необычный сочетание вот грубо говоря у меня будет вот такая кофта, вот такая у меня будет юбка и желтая сумка у меня будет и вот такие оранжевые босоножки и маникюр вообще другой. Вот эти сочетания необычные они сейчас в тренде. Поэтому рискуйте. Отходите вот этих от старых рамок и зеленые оттенки сочетайте с кем-нибудь прикольными принтами. Так, с одеждой мы пока уберем. Вот смотрите сколько вот здесь разных зеленых оттенков. Вот такой мы сегодня с вами тоже сделаем. Я не знаю как он называется, он даже не желтый не зеленый, он какой-то такой вот очень необычный, очень красивый. Опять-таки травянистые вот эти все оттенки. То есть все вот эти оттенки они сейчас модны. Смотрите, вот здесь уже сколько их? Раз, два, три, четыре уже оттенка зеленого. Так, что там у нас еще? Ну, это вот тоже самое, что вот здесь, но вот тут тоже мне когда выпалилось, когда я набрала зеленый оттенок в сочетании с принтом. Посмотрите, просто на черном, на белом черная полоска, вы ноготь берете, пополам разделяете, одну сторону делаете принт черно-белый, вторую покрываете этим зеленым оттенком. Классно будет, если одну сторону покрутим атером, вторую глянцевым, и посередине у вас будет, допустим, золотая или серебряная полоска, отбивка. Очень круто будет смотреться, прям вообще бомба-бомба. Так, что тут? Так, там дальше одежда у меня. Ну вот, вот смотрите, сколько оттенков зеленого, ну это же просто вообще фантастика, фантастика фантастичная. Так, ну давайте уже наконец что-нибудь сделаем. Так, здесь у меня 0,52 и 0,52. Ой, а тему я забыла все, все нашла прикрепить. Я все, забываю, я на ходу, все, я когда начинаю разговаривать, я уже все, не помню ничего. Добавляем сначала немного, ну вот я с краешку кладу и начинаю вмешивать его. Вижу уже, что можно весь использовать. Вижу, что можно весь, вижу, что мало. Еще чуть-чуть возьму. Оп, на кисточку, на краешек будет зеленый. Мне, смотрите, еще лайфхак такой, прям сегодня я в ударе. Лайфхак. вот неоновые оттенки, чистые, все неоновые. Я не добавляла белинки сюда. Вот получилась трава. Вот это модная трава. Если нанести этот цвет на черный, он будет смотреться по-другому. Если его нанести на камуфляж, допустим, или там на прозрачные ногти, это будет один оттенок. Если его нанести на черный, он будет совершенно другой. Причем, знаете, как прикольно? Блин, вот сейчас не найду я, наверное, эту фотографию. Когда вы покрываете черным, потом вот таким цветом сверху два слоя, у вас остается по контуру не полоска черного, а он как будто бликует. Получается, что по краю темнее смотрится, а в центре ярче. Попробуйте. Мне прям очень эта тема зашла. Так. Ну вот, наносим. Элементарно, элементарно просто два оттенка. И вот он, этот цвет, который сейчас просто в Зару заходишь, и сразу тебе в глаза бьет этот зеленый безумно красивый. Сейчас вторым слоем. Его нужно обязательно в два слоя, потому что неоновые, еще раз повторюсь, они более прозрачные, так как в них нет белил. а если сюда же добавить белилы, что мы сейчас сделаем, будет немножечко другой оттенок. Ну, даже не немножечко, а так, кардинально другой. Ну, вот те оттенки, в которых белый присутствует, они, конечно же, абсолютно по-другому выглядят. и наносим второй слой. Записывайте сейчас, чтобы потом не переспрашивать, записывайте 0,30 и 0,52. Я обязательно выставлю еще пост и в истории, но записывайте все равно сразу. Вот он, этот красивый, бесподобный зеленый оттенок. Не темный, не светлый. Он еще неоновый, но он уже не вот этот кислотный, он уже такой вот модный. Так, добавляем теперь в этот же 0,52, также 0,30 и 0,01. Ну, чуть-чуть. Вот белил, будьте с ними аккуратнее. Прямо вот, если вы их добавляете, то испортите. Прямо вот, если добавляете, то вот совсем капелюшечку по отношению к зеленому. Все-таки зеленого больше всегда. Зеленого больше. сразу становится другой цвет. Он сразу становится такой вот матовый. Уже даже не просвечивается, сразу палитра. Вот если здесь он был весь прозрачный, палитра полностью просвечивалась, то здесь с каплей белого все, белило, они забили вот эту прозрачность. И он уже не прозрачный, а такой вот чуть-чуть. Можно даже еще капелюшечку. Это по желанию, это по желанию. Но с белилами, это как, знаете, у художников тоже с белилами и с черным цветом нужно быть максимально аккуратным. Потому что они вот сразу, оттенки, видите, какой сразу? Сразу он стал таким вот эмалевым. и наносим его теперь тоже на кипс. Сейчас мы колируем, вот совершенно другой оттенок, сейчас мы колируем из трех всего-навсего оттенков гель-лака. 0,01, 0,30 и 0,52. Сейчас мы с этими закончим, я вам покажу другие цвета. Вот, видите, какой очень красивый цвет. Сейчас надо чуть-чуть вот так. Жми-то песни только в башке теперь все время. Так, глоток кофе. Сейчас старым слоем. Вот с этим мы закончили, я на него нанесу топчик. Что у меня под рукой? У меня под рукой ультрашайн. Обожаю ультрашайн. Если я делаю себе ногти, я покрываю себя только ультрашайном. Потому что остальные топы у меня просто вообще они горят на мне. Летят. Он самый стекловидный, самый жесткий и меньше всех зацарапывается. Короче, крутой он. Так. Вот. И второй слой наносим. вы, если будете колеровать для клиентов вот сейчас палитру, возьмите вот все, что у вас есть, зеленые, желтые, синие, белые и черные оттенки. И садитесь, начинайте колеровать. Только обязательно подписывайте себе на типсах, прям фломастером, какие цвета вы колеровали, чтобы потом воспроизвести. Не сложно было. Я бывало у меня такое, я сажусь колеровать, начинаю задумываться и не записываю, а потом второй раз уже повторить не могу. Все, я убираю с палитры. И дальше что мы будем делать. Вот достаю все, что вот просто под рукой у меня было. Это 284-й, 276-й твит зеленый. Вот эти зеленые оттенки, которые очень, очень на любителя. Military 169, 169, 168, 284-й. Это все оттенки зеленого очень крутые, но этот понятно, этот неоновый. Вот эти три, они очень классные, но не каждый им сделает. И они зимние, вот они чисто зимние. Вот что они будут сейчас у нас лежать, если мы можем взять и сделать из них крутые оттенки. Military раз. 169, 168. Это уже такой изумрудный зеленый, но вот сейчас весну, в лето вряд ли кто-то ими покроет. Ну и плюс эти оттенки они все равно выходят из моды. Сейчас вот эти зеленые в тренде, твит зеленый, но вот этот кстати еще на волне, но он все равно осень, осень такая. Сейчас все хотят, сейчас в магазинах все яркое, цветочное, господи, хочется просто пестрить этими безумными оттенками сочетания какие-то безумные делать. Смотрите, также вот еще 296, если прям ничего нет, но у вас есть New Generation Capital, ну и соответственно из него тоже он неоновый, и ну как бы с белилкой чуть-чуть, и из него, если добавить в него 0,52, очень красивый получается оттенок зеленого. Так, сейчас, ой, господи, вспомнили бы, что я там капала туда. Вот сюда. А, вот, смотрите, 284, чем он мне нравится? Тем, что он зеленый, но он уже выбелен, то есть в нем уже есть белила, белила уже можно в принципе не добавлять. Давайте его попробуем, куда мы его попробуем? А, вот, в Military давайте мы его попробуем. прям не боюсь вот так раз, раз, блин, близкая накапала и начинаем мешать. Получается, вот тот оттенок красивый, который я вам говорила, не знаю, желтый он или зеленый, какой-то вот такой. просто шикарный сразу оттенок получается. Это вот такой уже тоже пастель, пастелечка, можно сейчас чуть-чуть еще много, наверное, чуть-чуть его затемню, также Military сюда капну. Хочется его чуть потемнее. вот. Это такой вот грязный зеленый, грязноватый, но он сейчас тоже популярный. И наносим его на типс. Вот он, этот красивый оттенок, такой непонятно какой, зелено-желто-выбеленный, но красивый. И он такой плотненький, видите, сразу раз и в один слой лег. Так, а тем временем высохли наши два крутых цвета. Вот это то, что мы сделали с вами из 0,52, 0,30 и 0,01. Если их наносить на черный цвет, вот этот особенно, он будет совершенно по-другому смотреться. Так, сейчас пока тот сохнет, мы продолжаем. Я не помню, что я сюда капала. По-моему, 0,52. 296 и 0,52. Вообще, ну, как бы базовое понятие колеровки зеленого оттенка, это же синий и желтый. поэтому если есть синий и желтый, просто синий и желтый, любые, то если вы их смешаете, а потом добавите туда белый или черный, в зависимости от того, какой вы хотите оттенок, получится зеленый. Вот здесь сейчас будет изумруд. Вот этот изумруд, который я показывала вам на картинке, где диван. Тоже очень красивый, но это тоже уже такой, это уже на любителя. Тоже на но вот этот изумруд красивый тоже получается. Чего-то мало, но мешало мало. Если добавить сюда белинки чуть-чуть, он будет такой вот изумруд, но уже слегка выбеленный. Можно еще чуть-чуть изумруда, потому что вот этот оттенок, он сам по себе прозрачный. Он сам по себе прозрачный, и если в него добавлять белинки, он такой становится больше глянцевый или матовый. Ой, все, началось. Недолго музыка играла. Вот, 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 вот он красивый, эта трава, вот это. Вот, то есть вы садитесь, сами достаете, какие у вас там есть оттенки красивые, и начинаете наколеровывать. Главное, записываете. Вот прям доставайте, и все, что у вас есть, вот тоже смотрите, какой классный зеленый, очень красивый. Сейчас, кстати, тоже его много, сейчас много разных зеленых. Вот, казалось бы, в моде зеленый, но во всех, вообще, у всех марок, у всех брендов этот зеленый, он абсолютно свой. Их настолько много сейчас оттенков, что вообще. Так, то, что мы намешали из Милитари, тоже красивый, смотрите, какой крутой. Ну, то есть их этих зеленых оттенков может быть такое множество. Господи. Если вы сделаете себе выкраску и подбор дизайнов зелеными оттенками, клиенты будут видеть и 100% будут выбирать. Блин, ну, фоточки-то в Инстаграм хочется, красивые, с трендовыми цветами. Так. Ой, вообще, мне так нравится этот цвет, смотрите, какой крутой получился. Вот так. сейчас я еще хочу все-таки вот тот желто-зеленый намешать. Вообще огонь. Так. Вот здесь у меня твит, и я в него попробую добавить 51. 51-ый это лазерный лимон, и он сейчас вот станет вот этот оттенок, который, где я его показывала вам на картинке. Вот, вот такой вот какой-то вот желто-зеленый. Я, кстати, это цвет на любителя, но я люблю такие цвета, я вам честно скажу. Мне очень нравится. Я люблю сложные цвета, те, которые очень необычные, и вот этот оттенок, он как раз вот такой вот сложный, потому что зеленый твит, он сам по себе сложный. Вы его сядете колеровать, сложно будет вам самостоятельно его сделать. А из уже готового добавляете не он желтый, вот он этот красивый, вот он, вот он, зеленый, вот этот красивущий. Вот, последний сейчас мы выкрасим и разберем сочетание в одежде в этом сезоне зеленых. Боже мой, ну блин, он очень крутой. Так, где эти волоса берутся, не пойму. Ну, вот же он. Блин, он просто вообще фантастический. Самый необычный зеленый оттенок. Даже зеленым, наверное, назвать надо. Так, здесь у меня уже высохли мои красиволечки. Наносим на них топ. сушим. Здесь у нас подсох, мы наносим еще один слой. Ну, это просто вообще фантастика, а не цвет. Вот, достаточно вам хотя бы там ну, хотя бы три оттенка наколеровать. Посмотрите, вот зайдите, какая одежда сейчас, каких цветов. И вот под эти цвета наколеруйте. Сделайте себе такую красивую какую-нибудь рамочку, в нее картиночки какие-нибудь, рядом типсики с цветом, с дизайном. Боже, ну, вот это преподношение, подача клиенту цвета или дизайна, она настолько важна. Вот вы себе не представляете. Я вчера в сторисах выкладывала наше похождение с девочками по кафе, как мы тестируем их, как мы относимся вообще к обслуживанию, как мы понимаем наше это заведение, вернемся мы туда или нет. То есть там пунктов. Я когда сама начала писать сторис, я думаю, господи, какие же мы задроты. А на самом деле это просто восприятие наше. Я просто выложила свое восприятие в текст. И точно так же в любой сфере обслуживания, в салонах красоты, в частных кабинетах тоже так клиентам важны мелочи, особенно те люди, которые визуалы. Вот я, например, если мне покажут там вот просто веер с цветами, я никогда в жизни не выберу вот такие оттенки. И вообще никакие не выберу. Я просто скажу, да, черный, белый там. Я не буду сидеть вот в этом веере вашем, где 300 этих ложек непонятных, и выбирать себе один оттенок. Не буду. А если я увижу презентацию трендового цвета, представьте, да, вот я хожу по магазинам, все девочки ходят по магазинам, и встречаю вот этот зеленый везде. Он такой красивый, он такой вот, и даже если цветотип не осень, лету тоже идут оттенки, они же все теплые, холодные, то есть разные есть. И я все равно на них западаю. И я прихожу к мастеру маникюра, и у нее такая вот стоит на столе рамочка, в этой рамочке, значит, вот так вот у нее картиночка красивая приклеена. Дальше у нее вот так вот тетя с зеленым, в зеленой одежде, да? И вот так вот, блин, тетя вымазала. Ну, типсы на палочках не нужно, нужно отдельно. Вот так вот у нее приклеены типсы с зелеными наколерованными оттенками. И здесь вот где-нибудь пару дизайнов с принтом. Сейчас мы по цвету выложим. Вот так. И какая-нибудь у нее еще такая надпись наклеена, ну, что-то типа зеленый в тренде, зеленый тренд сезона. Выбирай зеленый оттенок, будь в тренде. Вот вы как думаете, выберет клиент? Ну, по крайней мере, задумается. Ему понравится вот этот визуал. Мастер заморочился, сделал такую мини-презентацию. То есть вот эти все мелочи, они влияют на восприятие клиента, на его выбор. И вообще вернется он к вам, не вернется, и как он будет вас потом рекламировать. Так, ну вот наши цвета. Классно получилось, мне прям нравится. Смотрите, какие. Ну, вот все оттенки, которые сейчас в топе, в принципе, мы с вами изобрели. Вот, пожалуйста. Значит, что мы использовали? Какие здесь у нас были цвета? Я просто все подряд назову. Я сохраню эфир, если забыли пересмотреть или если не успели. 276, 001, 296, 168, 169, 0, 0, 51, 284, 0, 52, и 0, 30. Даже если у вас есть просто 0,52, и 0,30, и 0,01, вы уже можете наколировать как минимум три оттенка. То есть, вот что-то из этого у вас есть, достаем, начинаем колеровать. Если у вас есть какие-то другие оттенки, доставайте их, из них тоже сделаем. Все, первая часть эфира закончилась, теперь я хочу рассказать вам, как же в дизайне сочетать эти оттенки. Вообще, они достаточно самостоятельные. То есть, что это значит? Ну, то есть, вот как самостоятельное покрытие эти цвета, на них, например, наклеят шермикон или еще что-то, это будет кощунство. Такие оттенки, они очень круто смотрятся именно самостоятельно. Но, опять-таки, не забываем про тренды, не забываем про дизайнеров, бренды, которые выпускают одежду в сочетаниях разных. Вот. И мы сейчас поговорим об этом. То, что зеленый сочетается с принтом, черно-белым, мы уже с вами выяснили. Вот просто берете ручку. Вот смотрите, вот кусочек. Вот он. Вот это ваш дизайн на ногте. Ну, охренительно же. Охренительно. Пожалуйста, черная полоска, как отбивка, черно-белый принт и вот этот зеленый травяной оттенок. Все, готовый дизайн вам, пожалуйста. опять-таки, вот, сочетание серого и зеленого. Тоже, как круто. Вот сюда полоску, например, золотую делаете и офигительно будет смотреть. Так, дальше. Здесь я кое-что пораспечатала. Вот мои любимые сочетания. Смотрите, зеленый оттенок с принтом. Вот сумка у нее, видите, какого цвета. Тоже вот так вот, если мы сделаем, вот это типс. Вот это наш дизайн. То есть, низ у нас в горох, предположим, вообще, бежевое покрытие, черный горох и верх зеленый изумрудный. Просто вообще я тащусь. Я сейчас прям начала вдохновляться. Я прям сейчас сяду, наверное, после эфира понаделаю миллион. Вот мое любимое сочетание зеленого и леопарда. Вот он, типс. и здесь у нас может быть отбивка, может не быть отбивки, может просто какая-то точка стоять. вообще, не суть. Пожалуйста, смотрите, клетка, клетка с зеленым. Тоже круто. Гусиная лапка, вот смотрите, гусиная лапка с этим зеленым будет смотреться вообще просто невозможно красиво. Так, ну вот здесь тоже, смотрите, сочетание с желтыми цветами, круто. это прям можно сочетать в маникюре. У нас вот этот наилдресс, который, вот здесь прям готовый принт этот зеленый, вы можете как-нибудь куском вырезать его, клеить и покрывать вот здесь желтым. Ну, то есть очень круто будет. сейчас сейчас я вам прям вот хочу показать. Показать. Пару дизайнов сделаю. Прям сейчас на ходу буду придумывать. Маша! Маша! Маш! мне так нахлынуло вдохновение, что хочу что-нибудь сделать. Любые, вот я подоставала, смотрите, у нас вот нелдресс, зебра леопард, он тоже круто будет сочетаться с зеленым. Вот такой черно-белый принт, потом вот эта иллюзия, или как он называется, кусочек только остался, но тоже хорошо. Ага, посипки. Вот, вот полоски вот эти, они вообще в принципе в любую тему подходят. Все, поехали. Сейчас сделаем два дизайна. Один с животным принтом сделаем, а другой с классическим. Раз и два. ну вот можно в принципе сделать вот с таким цветочным принтом. Так, что мы делаем? Нам нужно наколировать желтый цвет. Что у меня тут? 0,51 подвинем чуть-чуть. 0,51 с чем мы его смешаем. Можно в него просто белого сейчас добавить, можно в него добавить вот этот и будет тоже прикольный цвет. Вот этот наметанность глаза на колировку она появится у вас. Вот смотрите, он уже такой вот вот этот зелено-желтый клевенький такой. Класс, 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 то, что нужно. берем типс, наносим 001 оттенок. Хаотично можно вообще как угодно. Вот мне, например, хочется почему-то сделать кусками принт этот. Вот тут кусочек я бы сделала и вот тут. И поталь еще нужно будет добавить, будет классно. сушим. Так, и второй мы сделаем животным принтом. Я также могу нанести белый, вообще вот так просто. Вот так. Можно четко пополам, можно неровно, как нравится. Сушим. Просушиваем белый, потом наносим свайдер топ. вот здесь у меня будет нелдресс мой зеленый. Я кусочками наношу. Сушим 30 секунд. Вырезаем вот так один фрагмент. Помните, да, что сочетание вот такое цветовое принято цветочное тоже с зеленым красиво. Где-то вот, да, вот он. Вот он наш кусочек. Вот он. Сверху принт цветочный, снизу зеленый. Так. Сюда тоже также наносим слайдер топ. Здесь уже высох и вырезаем фрагменты. Примерно я смотрю и примерно под то, как у меня нарисован белый, вырезаю. Ну, там подравняюсь, что. И вверху у меня тоже. Вот хочу, чтобы больше зеленого попало. обрезаю сразу эти куски. Так. Размачиваем. Так, где-то же у меня был пинцет, я же его брала. Начинается в колху... О, все, есть. Размачиваем nail-dress. Сдвигаем. Его, в принципе, можно наносить и на прозрачную основу, но с белой основой он будет более яркий. Так, приклеили. он хорошо двигается. Растянули. Растянули. Так. Оп. Второй фрагмент. чуть-чуть я тут не угадала с формой. вот так подрезать. Все, досушиваем. здесь что у нас? Я забыла, что я тут хотела сделать. Я хотела сделать здесь животный принт и беру 258-й витражный герлак и вот так вот фрагментами наношу коричневый. Сверху у меня будет леопард. Вот так вот. Оп. Сушим. И для того, чтобы пятнышки были разной насыщенностью, буквально 5 секунд и вот так вот затемняем. Все просушиваем. Так, здесь у нас просох nail dress. Теперь мы берем пилочку, удаляем остатки. Здесь у нас предполагалось, что кутикула, поэтому по кутикуле мы обрезаем ножницами или кусачками. с торца тщательно удаляем, иначе облезет. Берем ультрабонд, обрабатываем тщательно фрагменты. Все. И теперь мы берем наш цвет, который мы намешали, вот этот желтый, и заполняем пространство оставшееся. Можно взять тонкой кисточкой, можно вот здесь по кутикуле, например, пройтись обычной, и потом взять тонкую и доводить. У нас будет еще поталь вот здесь по контуру, поэтому можно сильно вот тут прям не стараться. главное заполнить. Можно не прям уж выводить. Все, покрыли, сушим. Чем небрежнее у вас будут вот эти вот кусочки, фрагменты, тем как-то будет легче смотреться дизайн. сейчас вот не очень популярны дизайны, когда вот четкие квадраты, уже они как-то отходят. Сейчас все должно быть такое хаотичное, легкое, можно вот прям даже, ну нет, все-таки леопард. Так, смотрю на свой типс и вырезаю. Все, сушим. Фу, сушим, господи, размачиваем. Размочился, размочился. Подвигаем. Сушим. Так, здесь у нас чуть просох, второй слой наносим. А, блин, содрала. Ничего. вторым слоем заполняем. И потом уже поталь. Ну вот, если на ногте будете так делать, то удобнее будет, конечно, кисточкой какой-то там мазок ноль доводить все-таки. Здесь тоже просох. Удаляем остатки. Наносим ультрабонт. Есть. И что? Какой мы оттенок сюда можем сделать? В принципе, любой. Смотрите. И вот этот будет красиво очень. Блин. И вот этот. Ну вот, я бы вот этот сделала. Классический. Ну как классический. Это вот мы мешали 0,52 и черный. и еще раз повторение матючения. И еще раз может быть может быть многовато, но сейчас не буду весь тогда его задействовать. Ну вот, в принципе, вот он, вот он, вот он получается. и наносим его на вторую часть. Смотрите, какое сочетание крутое. мы еще добавим туда полоску. Ну, или также поталь можно добавить. Но мне хочется полоску с надписью сюда. первый слой есть. Так, здесь у нас высох. Для потали мы наносим слайдер топ. Можно не на весь, можно фрагментами, можно на весь. нанесли, 30 секунд сушим. Поталь. Поталь художественный материал, продается в любом художественном магазине. Я просто взяла и засунула его в баночку, чтобы было удобней. Здесь у нас просох первый слой, наносим второй. наносим второй и просушиваем окончательно. Здесь у нас уже тоже просохло и берем поталь. Пум. кусочки могут попадать вот сюда, ничего страшного. Раз. Я стараюсь так длинненькими отрывать, чтобы мне удобно было их укладывать по контуру. здесь тоже самое. Можно маленькими более кусочками, можно крупными. Вот на ходу сейчас придумала. В смысле, видела сочетание, насколько вдохновляет, когда ты что-то смотришь в интернете, какие-то картинки, сочетания. так смотришь, ну как бы, ну вот nail-dress и nail-dress цветочный. А как его, с чем его сочетать, бог его знает. Вроде какой-то он стрёмненький, вроде простой какой-то, просто его наклеить скучно, с чем сочетать, я не знаю. Поэтому вот старайтесь вырабатывать вот эту насмотренность, смотрите журналы, смотрите, в интернете просто какие-то картинки набирайте. То есть это всё со временем потом вот я сейчас уже просто открываю любую, да вот интерьер, смотрите, вот я открыла интерьер, а у меня в голове дизайн на ногтях. То есть это всё тоже со временем приходит. Всё. Прикрепили поталь. Досушиваем 30 секунд. Так, принты с кактусками в моде, в моде. На палитре можно мешать, если на пару ногтей, если на все 10 особо не намешаешь. Берёте палитру с крышечкой которая и намешиваете там, очень удобно. Я же вам показываю на палитре, чтобы выкрасить именно один оттенок. Какой кистью вы делаете выкраску? Шестёрка, овал. Спасибо вам большое за... Ну, тогда создавайте такие цвета. Будут. Будут. Чуть сложнее. Будут обязательно. Сейчас начинаем уже выпускать. Колерованную массу как хранить? Вот палитры... Где у нас? У меня тут нет. Вот палитра наша Эми. Можете любую как бы другую какую-то с крышечкой, где вот такие кругленькие ёмкости намешали себе хоть 700 оттенков. И они будут прекрасно у вас лежать. спасибо за мотивацию. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за комментарии. Курс конструктор уже, скорее всего, на следующей неделе запустим. Вот это, в принципе, то, что я делаю на курсе. Только там больше. Я даю вам задания. Так, все. Высушили. Можно, поможем покрыть глянцевым. Можем покрыть матовым. В принципе, здесь не важно. Я люблю поталь. Вот для успокоения души. Я не знаю, насколько это действенно. Аккуратненько вот так ультрабондом прохожусь. С поталью нужно быть аккуратным. Старайтесь, чтобы поталь на торцы не попадала. Иначе облезет. Ну, в принципе, все. Можно покрывать, можно не покрывать. Это вы уже оставите на свое усмотрение матовым, глянцевым. Фантазия ваша. И вот второй наш. Здесь у меня будет шермикон, поэтому я обязательно покрываю топ-те-класс. Покрыли топ-те-класс. Этот ноготь 100% у меня будет матовым. Давайте так. Вот этот мы сделаем глянцевым, так как здесь поталь и клево, когда поталь глянцевая. Все, не ошиблись, смотрите, не ошиблись. Круто под глянцевым, просто вообще. Неожиданно у меня родился этот дизайн, но я, вот мне прям зашло это сочетание. Я бы себе такие ногти сделала. так, ну что, сейчас я уже досушу. Если есть какие-то вопросики, пишите, я еще отвечу. Вот оттенки, которые мы с вами сегодня наколеровали. Я сейчас сохраню эфир, обязательно выложу его в ленту. Оставляйте комментарии. Давайте повышать мне статистику, охваты, чтобы как можно больше людей нас видело. Просто пишите комментарии, нравится, не нравится. Какие еще? Я, вы знаете, что подумала? Я буду каждую неделю сейчас делать такой эфир, посвященный какому-то трендовому оттенку. Следующий понедельник у меня будет эфир синим. Все оттенки синего. Тоже будем колеровать синие цвета и делать с ними дизайны. Это неделя, неделя зеленого. Следующая неделя будет неделя синего. Так, здесь у нас просох уже. Вот прям хочется, знаете, еще даже не приклеила, а уже хочу, уже хочу, вот, вот, вот хочу. Вот видно, да? Все. Это оно. У меня же здесь неровное, но я могу вот так сделать, смотрите, вот так. Сразу в голову почему-то пришли именно эти шермиконы. Можно вот так приклеить, смотрите, просто. Можно, не обращая внимания на эту неровность, приклеить вот так, вот так. Смотрите. Вот как-то слишком это обычно. Я хочу необычно. Вот так хочу. Причем не доклеивая до конца вот здесь, нарочно, чтобы вот так было. Может быть, даже еще и беленькую полосочку я бы приклеила. Фещин, мой профещин. Вот, в обратную сторону, вот так, например. штука-соглазие какое-то у меня. все. Приклеили, разгладили. Тоже неожиданно родился дизайн. А, кстати, курс конструктор мой, который, он вот весь состоит и в таком плане все дизайны. Курс направлен на то, чтобы учить вас сочетать. Блин, что так засвечивается? Вот. Учить вас сочетать, вырабатывать насмотренность. У вас будут задания, вы должны будете находить примеры дизайнеров, модные, какие-то образы и под ним самостоятельно конструировать дизайн. Я буду потом проверять это все дело. Вот, а здесь хочу я матовый сделать. Да что ж я, глянь, хрипну. Вот, этот будет матовый. Все. Цветочки наши с вами, зеленушки, просохли. Все, сейчас буду сохранять эфир, сделаю обложечку какую-нибудь. Так, зеленые оттинки мою льву, скажите, чем под слайдер покрывать, под слайдер покрываем слайдер топ. Слайдер топ. А, спасибо, что отвечаете. Супер цвета, идеи, спасибо вам большое. Это здорово, хорошая идея, спасибо, спасибо. Это летний дизайн, конечно. Сколько будет стоить курс, пока не скажу. Не скажу пока. Ну вот, наши сегодня с вами сочетания зеленого и принта. Мне очень нравится и это, и это сочетание. Это только начало, можно сделать кучу, кучу вариантов сочетаний с этими оттенками и принтом. Можно миллион придумать, просто миллион дизайнов, миллион сочетаний. Берите, прямо сейчас, колеруйте, пробуйте, выкладывайте в историю своей работы, меня отмечайте, я буду вас репостить. Ну что ж, давайте вопросики, если еще какие-то остались, сейчас еще быстренько поотвечаем. Ну все, закончили, как вам? Что за курс? Все гениальное просто, да? Курс будет называться дизайн-конструктор, может быть, как-то будет по-английски еще, я еще над названием еще думаю, вот, я его уже давно пишу в курсе, курс направлен на то, чтобы учить вас конструировать дизайн, то есть сочетать надрессы с штормиконами, с цветами, уметь выполнять дизайны под образы, под знаменитых дизайнеров, брендовые маникюры. Я, каждый урок направлен на какой-то тренд или направление, презентация также у меня там есть по всем брендам, Louis Vuitton, Chanel, история их, история создания брендов, история создания принта, вот, и каждому уроку будет задание, вы должны будете выбрать дизайнера определенного, допустим, идет урок Louis Vuitton, вы выбираете картинку Louis Vuitton любую и выполняете самостоятельно под нее дизайн, то есть учитесь сочетать цвета, учитесь видеть образ и делать под него красивый трендовый маникюр, вот так, и рогонь, спасибо вам огромное, я эфир сохраняю, можете пересматривать, пишите, оставляйте комментарии, мне приятно видеть ваши реакции, все, всем пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok